Бодибилдинг 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 Желающих раскачаться Было больше Тогда это было в новинку Тогда Может быть не 20. Он только выходил из подполья Когда я начинал в 1994 У нас было там 5 или 6 Всего залов И поэтому он удивлял и привлекал своей новизной. Сейчас он привлекает совсем другим. То есть он привлекает тем, что, по сути, вот эти вот красивые тела – это то, к чему стремится кто-то сознательно, кто-то подсознательно. Но каждый человек, потому что этот вид здоровых тел, он и олицетворяет жизненную силу, здоровье и красоту. А сколько лет нужно заниматься, может быть, не лет, может быть, месяцев, чтобы попробовать заявиться на такие старты, как чемпионат края, например? У всех по-разному. Вот буквально вчера пришло такое радостное событие и для края, и для меня лично, как для президента, и как для тренера. Наш спортсмен алтайский Шобик Евгений получил звание мастера спорта международного класса. Он все это сделал, выступая впервые. А сколько он до этого занимался? Он занимался до этого, ну, наверное, года полтора-два. Но это вот то, что называют обыватели для себя. То есть он начал выступать, и в свой дебютный соревновательный сезон он выиграл уже Кубок России, затем стал вторым на чемпионате Европы. Кто-то к этому идет очень долго. А вот минимальный срок и максимальный? Минимальный? Ну, вот минимальный – полгода. Максимальный. Ну, если человек за 2-3 года не смог добиться серьезных результатов, то, скорее всего, видимо, уже и не добьется. Вот вы сказали о том, что он победил, да, на соревнованиях. Получается, что и здесь, и на чемпионате края по бодибилдингу могут победить новички? Конечно. То есть вы не исключаете, так часто бывает. А кто из известных атлетов уже будет участвовать в чемпионате края? Ну, к нам приезжают со всех регионов Сибири. То есть это и Омск, и Новосибирск. Сейчас мы только ожидаем заявки. Вот, поэтому... Где самые сильные бодибилдеры? Да, бодибилдеры – это, наверное, самые сильные, наверное, большое количество. С одной стороны, в Новосибирске, вот, их очень много. Это самая большая команда из Новосибирска. Также из Томска мы ожидаем призеров чемпионата России. Ну, из Красноярского края, да. Есть те, кто могут составить нам конкуренцию, а из наших много ли именитых будет участвовать? То, что меня радует, у нас очень много новых спортсменов. Буквально на прошлой неделе прошло собрание федерации, где очень много новых лиц, и любой из них может себя проявить. В том числе и девушки? Конечно. А будут ли какие-то новые номинации в этом году? Я знаю, что будут. Да, две номинации новых. Одна номинация новая для нашего региона и для сибирского региона – это пляжный бодибилдинг. Это такая, ну, можно назвать ее лайтовая номинация. То есть не сильно раскачанные, да, такие люди? Да. И вторая номинация – это совершенно новая для России. Я даже боюсь ошибиться, но, наверное, она у нас на крае вообще дебютирует на территории всей России. Это классик физик такая категория. Она тоже, ну, не скажу, что она самая лайтовая, нет. Но это вот возвращение в золотую эру бодибилдинга. Там теперь такие не плавки, а короткие шорты. И это вот как раз та эра, которая олицетворяет Арнольд Шварценеггер. Вот как раз его времена. Там очень похожее, измененное позирование, приближенное к тем временам. И вот такие критерии больше им отдается внимание судьям, как эстетика, как позирование. Вот еще то. И многим она нравится, эта категория. Многие хотят себя попробовать именно из-за вот такого налета какой-то романтики. Историзма, и романтики. Вот все-таки вы сейчас уже сказали, сейчас немножко об этой номинации. Я все время думала про себя, по каким параметрам выбирают победители в бодибилдинг. Они не бегут на скорость, они не поднимают тяжести какие-то. Вот какие параметры? Насколько ты красивее встал или как, или что? Главный судья Международной Федерации, он говорит, если ты судья, ты должен видеть искусство, красоту. Если ты эту красоту не видишь, ты не можешь быть судьей. Но если говорить более конкретно, то когда судишь на любых турнирах, то судьи зачастую, они хорошие судьи, они достаточно единодушны. Да, бывают плохие, бывают очень плохие. Они достаточно единодушны. Это говорит о том, что несмотря на такую размытость критериев, они все-таки есть, и они достаточно устоявшиеся и определенные. Критерии – это маленькое количество жира, большое количество мышц, как эти мышцы визуально уложены на теле, чтобы красивые прикрепления и так далее, и так далее. Ну и, конечно, безусловно, умение себя подать. Есть такие категории женские, в которых умению подать, ну, наверное, уделяется 80% внимания. А имеет ли значение музыкальная композиция, которую выбирает участник? Безусловно, она тоже оценивается. Отдельно? Отдельно, да. И она может поднять спортсмена на одно-два места вверх или наоборот вниз. Опустить. Какие-то специальные люди, получается, выбирают даже музыкальную композицию или сам спортсмен, да? А кто в составе жюри? Вот вы сказали, что в жюри бывает и плохое, очень плохое и хорошее. Судьи – это люди с опытом. Зачастую большинство из них – люди, которые сами выступали или люди, которые активно участвуют. Но в судьи всегда производится рейтинг. У каждого судьи есть свой рейтинг, который судит на чемпионатах России, на Кубках России. И эти судьи, которые, безусловно, имеют отношение, может быть, тренера, может быть, функционеры. Но, допустим, хороший спортсмен может быть очень плохим судьей. И поэтому, когда формируются бригады, стараются это учитывать. Там есть такие, скажем, защитные меры. То есть, если сидит 9 судей в судейской бригаде, то две самых низших оценки и две самых высших оценки, они просто отбрасываются. То есть, здесь есть такое, ну, скажем так, защита, небольшая результата. Денис, активно ли дамы участвуют в подобных состязаниях? Потому что, по-моему, раньше тоже очень многие занимались бодибилдингом. Да, очень активно. Сейчас уже, наверное, лет 5 или 6, если не ошибаюсь, введена номинация, очень легкая такая. То есть, где не нужны большие мышцы, зачастую победительниц, даже не очень четко выражен пресс. Но там очень нужны красивые пропорции и тело, которого добиваются работой в зале. То есть, подтянуты округлые мышцы, соотношение талии и бедер необходимо. И поэтому это, ну, просто вот, как у меня одна клиентка сказала, это барби с мышцами. То есть, они очень красивые и там оценивается наряду с какими-то физическими аспектами телосложения, оценивается и красота, и грация, умение себя подать. А ваша самая любимая номинация какая и почему? Вот, может быть, в которой женщины принимают участие, нет? Даже, наверное, не номинация, а, наверное, может быть, любимые представители разных номинаций. Это вот именно самые сбалансированные, самые красиво сложенные, самые-самые люди, которые красиво позируют и умеют себя подать. Ну, это вот, наверное, такое квинтэссенция красоты из всех номинаций. Это моя любимая номинация. Я поняла. А кто, по-вашему, фавориты? Вот чемпионат совсем скоро. Есть уже фавориты? Я не знаю, потому что много людей, которые в разное время, на разных сезонах выигрывали и Кубки Сибири, и даже чемпионаты России. И вот они съедутся и мы увидим. И посмотрим, кто победит. Да, очень сложно представить. Я думаю, просто приглашаем всех прийти 9 марта поболеть, посмотреть на всю эту красоту. Да, будет очень яркий праздник, будет на что посмотреть. Это действительно такой праздник красоты. Спасибо вам, Денис. А я напомню, что мы сегодня говорили с президентом Федерации бодибилдинга Крайя Денисом Капустиным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова